Всем привет, уважаемые зрители моего канала! С вами снова Солид! И сегодня мы попробуем замечательный ИРП! Давайте смотреть! Да. Что? Ну не получилось, не пошло в тот раз, да. С кем не бывает? Какие дела-то творятся вообще? Туда не взлетели, этого освободили... В Лундеморт. Короче, всем привет, уважаемые зрители моего канала! С вами снова Солид! У меня сейчас в руках действительно интересный, редкий экземпляр сухого пайка, а именно сухой паёк сербской армии. Вот такая малютка. Давайте не тратить время, вскрывать и смотреть. Итак, давайте, как всегда, начнём по порядку. Численность войска сербского составляет на данный момент примерно 52 тысячи человек. К слову, в 2000-х годах это число было 200 тысяч. 200 тысяч солдат. Это действительно мощь. Сама упаковка выглядит следующим образом. Ничем не примечательный картон. Он водопроницаем, он уже разваливается, видите, хотя вроде как упаковочка новая. Написано на ней SD-0 или O-I. Не знаю, что это обозначает, к сожалению, очень мало информации насчёт еды сербской армии. А вот E это точно 100% тип меню. У них есть A, B, C, E. То есть у них по буквам. Примерно так же в немецком. Кстати, и в немецком коробка напоминает вот именно эту. Тоже поганого качества, ничего хорошего. Я так понимаю, этот паёк сувенирный. Я его заказал на ebay. И мне тут автор прислал, помимо консервных банок и самой еды, ещё вот такую замечательную вещь. Это герб Сербии. Здесь изображён двуглавый орёл, почти такой же, как у нас флаги, которые по цвету напоминают наши. Единственное, что это я не понимаю, вот почему-то под хвостом флаг Франции. Зачем? Так, главное первое блюдо. Я впервые это скажу, но я не знаю, что здесь, правда. Нигде не написано, никакой этикетки. Здесь просто написано, что это годно до 2021 года. Слава богу, не отравлюсь. Второе блюдо, я так понимаю, на закуску к первому тоже неизвестно что, друзья. Сейчас мы по ходу будем разбираться и пробовать. Тут вообще ничего не написано. Дальше идут вкусняшки, на самом деле. Вот такой паштет. Карнекс. Это паштет из свиной печени. Чуть подробнее позже. Далее у нас вот такой быстро растворимый напиток из брусники. Впервые вижу в РП, кстати говоря, обычно все стандартно. Там яблочный, какой-нибудь вишневый. На больше не хватает. Это не жвачка, хотя очень сильно напоминает, согласитесь. Это какие-то витаминные драже со вкусом апельсина. Я так понимаю, тоже очень интересно. Далее. Вот такой малюсенький, практически с большой мой палец. Не больше. Я так понимаю, это что-то типа энергетического батончика. Тоже поговорим чуть попозже. Что это и из чего. Так, и два вот таких меда. Так, больше ничего нет. Ни чая, ничего. Есть только вот такая записка. Ну, это реклама, я так понимаю, откуда мне это прислали. Это какой-то милитарий магазин вообще. Все. Больше. Какой хлеб? Хлеб нет. Какой хлеб? Даже галет не положили. А потому что галет занимает очень много места. Ты видел, у нас в нашем РП галет сколько занимает? Пол коробки это галет, извините меня. Поэтому, если бы они положили сюда галеты, это бы, ну, почти наш РП был бы. Ну, почти. Сразу скажу, что сходу можно подумать, что вот эта коробочка, это самый маленький, ну, по размеру и компактности сухой паёк. Но это не так. Самый маленький, пожалуй, у американцев. Потому что я их могу засунуть, извините, в задний карман. Ну-с, и давайте, наконец, перейдём к дегустации первого и главного блюда. Забыл. Совсем забыл, что к этой зиме World of Warplanes сделали нам офигенный подарок, чтобы было с чем скоротать зимние вечера. В игру добавили новый эпичный режим сопровождения, в котором задача одной стороны довести бомбардировщики до указанной цели, а второй помешать им это сделать. В общем, хардкорные сражения, аутентичные самолёты и бесконечный адреналин. Покажи всем своё превосходство в воздухе и приведи команду к победе. Ну и, конечно же, все новые игроки, которые зарегистрируются по инвайт-коду, получат подарки. Это три дня премиум-аккаунта, 100 тысяч кредитов и многоцелевой истребитель четвёртого уровня ЛАГ-3. Взмывай высоту и бери небо под свой контроль. Ссылочка в описании. Ну-с, а мы продолжаем. Мне самому очень интересно, что в этой консервной банке без надписей, да, давайте вскрывать. Так, надо подготовиться. Это огромная сосисочка вместе с бобами. Колбасный прикольный запах, как колбаска с маленьким жиром и фасолью вообще не пахнет. Чуть-чуть, вот еле-еле чувствуется фасоль. Вот если мне вот закрыть глаза и дать это понюхать, я скажу, что пахнет просто колбасой. Такая сардельечка, очень жирненькая на самом деле, знаете. Блин. Да, это колбаса. Малоперчёная, я бы добавил всё больше перца. Хотя перчик здесь есть, и судя по всему он красный, именно вот этот длинно-стручковый. Так, теперь давайте попробуем бульончик с этой замечательной фасолью. Ну-ка. Такое чувство, что вот если бы ваша жена не умела готовить, мало соли, мало специй, мало перца, такое пресное всё, знаете, ну жирное. Но к этому вкусу можно привыкнуть. И если вы в походе, то мне кажется, что это зайдёт чуть-чуть посолить, чуть-чуть поперчить сверху. Для тех, кто любит вот понасыщенный вкус. Вообще офигенно. Поскольку еды здесь не очень много, ну спорное количество, мы с оператором решили провести надо мной эксперимент. Да, вы же любите всякие эксперименты и новшества. Вот, пожалуйста. Я сейчас съем всё, абсолютно всё, что здесь есть. Это будет такой мой обед. Я действительно ничего до этого не ел, не пил. Сегодня мы попробуем... Вот только что я съел вот эту сосиску. После этого это блюдо резко начинает напоминать обычный фасолевый, либо гороховый суп. Всё. Вот без мяса это так. А хлебушек нужен? Ммм. Ни галет нет, ни печенек, ни хлеба, вообще ничего нет, к сожалению. И это огромный минус, потому что мы ничего не купили. И этого не хватает, действительно. Чем-то охота закусить, а нечем. Всё. Всё. Всё съел. Всё по баллам. По баллам твёрдая восьмёрочка. Ближе к концу я почувствовал, что даже много соли, честно. Либо эта фасоль так действует, знаете, она такая спорная. Чем больше её ешь, тем больше кажется, что она какая-то со специями, с солью. В общем, послевкусие такое не очень. А так, очень прикольно получилось. Восемь из десяти. Сначала не распробовал. Извините меня, товарищи сербы, что сразу не оценил. Во. Вот. Знаете что? Нажми сейчас на паузу и попробуй догадаться в комментариях, что здесь внутри. Потому что я понятия не имею, серьёзно тебе говорю. Если ты догадаешься, вот я предполагаю, что это рыба. Давайте скрывать. Ну-ка. Да, я догадался. Я догадался, что это рыбка. Судя по внешнему виду и цвету, это обычные шпроты. Вы представляете, сербские солдаты на обед или на ужин, я уж не знаю, едят шпроты. Просто у нас в солдатском МРП нет меню, где есть в составе рыба. Понимаете? Я, по крайней мере, не видел. Любой малёк подойдёт под это, поэтому тут определить, что это конкретно, я не знаю. Может быть, это малёк селёдки, либо другая какая-то подобная. В общем, давайте пробовать. Блин, жалко, хлеба нет. Вот это реальный минус. С чёрным хлебом бы заточил. Ну-ка. Да, это, скорее всего, селить. Потому что отдаёт вот чуть другой вкус. Наши шпроты другие. А у нас есть шпроты? Нету? Почему? Ну, давайте всё-таки быть честными. Всё у нас есть, всё хорошо. Вкусные консервы, знак качества, бар с пять морей и даже знаменитый каждый день. Это всё вроде как наше производство. Если напутал с названиями, извиняйте. Более того, на одном из новостных сайтов в январе 17-го года засветилась статья про то, что российские производители полностью заместили продукцию из Прибалтики. Правда, чуть ниже написано, что это после введения продэмбарга в августе 14-го. Ну, это всё фигня. Главное, что они у нас есть. Уи-и-и. Короче, если сравнивать с самыми известными и, ну, вы все наверняка их пробовали, рижскими шпротами, то те послаще. Это посоленее. И там используется другая рыба, судя по всему. Масло точно такое же. Блин, очень жирное, Серёг. Без хлеба это есть невозможно. А куда деваться? Не мы такие, жизнь такая. Давай продолжай. Блин, жирный, Серёг, правда. Замечательно. Блин, как же без хлеба это отвратительно. Я тобой просто горжусь. Бомбит, понимаешь? Сам сказал, да. Единственное, что тебя спасает, единственное, что я сам сказал, что давайте пройдём эксперимент и всё я здесь съем. Это единственное, что тебя здесь спасает. Никогда бы не подписался на это, зная, что здесь заранее рыба. Вот бомби и ешь. Сволочь. Так дела не делаются. У тебя салфетки есть? Откуда? Ну, я жира есть не буду. В смысле? Ешь до дна. Ешь до дна. Мы и так на дне. До какого дна? Масло. Это масло масле. Не говори, пожалуйста, что это масло. Я пытаюсь себя настроить, что это вода. Ну, всё. Всё. Мега солёные, друзья. Без хлеба это есть невозможно. Я не знаю, откуда они берут хлеб, либо галета, либо ещё что-то. Ну, ребят, сербы. Если кто-то сейчас из Сербии не осмотрит, откуда вы берёте галеты? Где вы их достаёте? Почему мне не прислали это вместе с этой коробкой? А воды тоже в комплекте не было. Воды нет, поставь, убери бутылку. Воды там нет. Ну, ты издеваешь. Фашисты так не издевались, сука. Не, по баллам на самом деле 10 из 10. Я шпроты так-то люблю. Но без хлеба это есть невозможно. Замечательный паштет. Без хлеба. Виктор Алексеевич, это же сказка. Слух. Да, друзья, следующий паштет. Паштет от фирмы Карнекс. Это не реклама, естественно, так никакой ссылки в описании вы не увидите. Свиной печёночный паштет. Между прочим, вот этот бренд очень популярен в Черногории. И он специализируется на паштетах, на мясных продуктах, на колбасках, сосисках. Вот. И существует несколько видов. На самом деле, есть в жёсткой упаковке, вот такой металлической. Есть в более мягкой. Выглядит вот следующим образом. Давайте вскрывать, смотреть. Знаете, это самый мягкий паштет, который я вообще видел в РП. Вот мы 4 года снимаем подобный контент, и я такого ни разу не видел. То очень твёрдый, то какой-то вязкий, непонятный. То, наоборот, слишком жирный. Прям жир плавает наверху. Вот у нас очень популярная тема. Ты открываешь, а там прослойка жировая такая. И вокруг стеночка, естественно. Он стеночек не касается, потому что вокруг жирок этот всё жёлтенькое. Ну, цвет меняется со временем. Всё очень вкусно, презентабельно выглядит. Во! Друзья, это незабываемый такой пробовать. Очень однородный. Нет никаких изменений в цвете. И очень мягкий. Смотрите, как аппетитно выглядит. Как тесто такое, знаете, без муки, когда замешиваешь. Вот примерно такое же. Ну-ка. Отчего ты тесто замешиваешь? Отстань. В смысле? Тесто без муки. Вы даже не ощущаете, как вы что-то жуёте. Как будто у вас ничто во рту нет. Вообще ничего. То есть, никакой субстанции. Очень нежнейший паштет. Солёный. Да. Ну, не так солёный, как рыба, кстати. Да. Это уже хорошо. Я вспомнил детство. В детстве мне давали паштетик. Тоже без хлеба. Вот. Похожий. Когда несколько ложек съедаешь, уже другой привкус образовывается. Совершенно такой, знаете, молочно-мясной какой-то. Непонятный вот этот. И привку, знаете, такой химический какой-то, непонятный. Что-то здесь не так. А прочитаем, что на упаковке. А что на упаковке? Надо что-то прочитать, надо перевернуть. Е450, Е451, Е452, Е300, Е250. Дальше мёд. То есть, мяшки пойдут. Чуть-чуть осталось. И эксперимент будет завершён. Вообще, людям нравится страдание, понимаешь? Пизде... Какие? Ну, ты же страдаешь. Людям нравится. Они тебе лайков сейчас наставят. Вот вам нравится страдание? Я вам понять не могу. Столько лайков понаставили под... Вот эти... У меня уже мозг не работает. Перчёные вот эти... Что у нас там было? Арахис. Арахис. Арахис, это не орехи. Вот. Столько лайков поставили, вообще в шоке было. И столько просмотров там, и комментариев множество. Можем повторить? Нет, я больше не буду перчёный. Паштет выше всяких похвал. 10 из 10. 100%. Потому что очень качественный. Подожди. Наелся? Сейчас обратно всё полезет. Ну-с, переходим к вкусняшкам. Ой. Я уж так не могу так резко говорить. Переходим к вкусняшкам. У нас осталось всего вот несколько штук. И, в принципе, я на сегодня свободен. Мёд от известного бренда Риоба, который выпускает не только мёд, но ещё и всевозможные джемы, кофе, чаи и другие вкусняшки и сладости. Намазать мне его не на что. Уж извините, нет никакой галеты. Показать я вам как-то не могу. Он жёлтенький, да, такой светло-жёлтый. Наконец-то что-то сладкое, а не солёное сегодня. Наконец-то. Так, всё. В смысле всё? Следующий. Давай, давай, давай. И ты у меня ответишь за это, Серёга. Сам, вот, это он мне предложил, говорит, давай сделаем эксперимент. Типа скажи на видео, что ты съешь всё. Ну, если обещал, то надо выполнить, правильно? Я же мужик. Соси, соси, мужик. Высасывай. Нет слов, которые допустит цензура, чтобы высказать моё мнение о тебе сейчас, Серёгей. Давай, давай. Нет слов, блядь. Ты понимаешь, что ты просто... Это с***а, которая меня бесит каждый день и каждый час. Вот во время... Ты с***а, ты с***а, ты с***а... Ты с***а, ты с***а совсем страх потерял. Доел, всё. Молодец. Конфеты. Дай отдохнуть-то чуть-чуть. Сейчас солнце сядет уже. Какой отдохнуть? Так, ребят, переходим дальше. Наранка. Да, это витаминка. Это уже хорошо, то есть это не жвачка. Что в переводе с какого-то там языка апельсин. Значит, вот эти таблеточки выглядят следующим образом. Здесь их очень много, они твердые. И, знаете, напоминает больше всего знаменитый холодок. Помните, были такие полускругленные прямоугольнички? Тоже очень вкусные, популярные. Как вам вот это, Илон Маск? М? Куда? Во. Есть один большой минус, она не жуется. Вы не обращайте внимания с тут нарезками. Это никуда не уйдет из моей щеки. Видишь, ты вкусил теперь. Ты теперь знаешь, с чего они состоят, понимаешь? Вот это правильный эксперимент. Надо каждый раз такой эксперимент проводить. И где здесь витамин С? Что можно сказать насчет вот этих витаминок? Уж очень много сахара в них. Вот чересчур. Запить ты не даешь, да, естественно? Вода-то у него просто, чтобы вы понимали, понимаете? Это что, мне надо встать, ему дать, а потом уже воду забрать. Итак, идем далее. Следующая у нас вот такая непримечательная, казалось бы, штучка. Вот такой батончик, на котором написано зелеными буквами Санатера. Между прочим, это очень известный бренд по изготовлению органических продуктов питания. Органическое это значит без каких-то консервантов, добавок. То есть, естественный, настоящий продукт, который вырос в самых лучших условиях. Вот, давайте попробуем. Выглядит это, прямо скажем, необычно. Потому что, ну, наподобие, конечно, мы вместе с вами видели и пробовали в других ИРП. Но здесь мы, правда, видим реальные яблоки, кусочки, кусочки абрикосов и всякой другой фигни, которую они все напихали и запрессовали. Знаете, первое впечатление, что это просто сушеные яблоко и курага. Вот все их производство. Мы придумали для космонавтов космический борщ. Запускаем ракеты в космос. Они, идем производство, они вот это, 6 из 10. То есть, ну, чисто ради разнообразия. Просто ради эксперимента. Каждый день, либо там хотя бы раз в неделю это хомячить. Вот, ради удовольствия какого-то. Не, нафиг. Ну-с, мы идем на финишную прямую. И у нас остался вот такой симпатичный напиток со вкусом брусники с витамином С. Для того, чтобы приготовить, нам понадобится стаканчик. Коператор, дай воды, наконец-таки. Молодец. Очень вкусно пахнет. Вот такие гранулы. Засыпаем и заливаем. Перемешиваем, смотрим. Вот такой насыщенный, прикольный цвет. Я надеюсь, что пол-литра хватит. Класс. Правда, вкус никакой. Вот, все-таки есть отличие от американской кухни и их, вот этих вот знаменитых напитков. Когда на пол-литра все это разводишь, а она ядреная, как будто это надо разводить на два, на три. Вот. Здесь очень мягонький, естественный вкус. Я бы не сказал, что это вкус брусники. Такое ощущение, как будто вишня с нотками сахара. Не особо сладкая, но... Ммм! Кстати, чуть не забыл. Друзья, приглашаю вас всех на мой лесной стрим, который пройдет 18 октября, в этот четверг, в 16.00 по Москве. Давайте сделаем фурор. Приходите все, ставьте лайки, не забывайте. Комментируйте в чате, мы будем с оператором читать, проведем офигительный стрим. Будет гитарка, вкусняшки. И самое главное, мы попытаемся сделать картинку, потому что мы будем использовать вот именно эту камеру для стриминга. Я надеюсь, пройдет все в штатном режиме, мы сейчас активно к этому готовимся. Поэтому приходите все, и для того, чтобы зайти в тренды Ютуба, надо поставить будет на... И здесь, и там лайк, да. Итак, небольшой вердикт. Несмотря на то, что сербы наши братья и все такое, я разгромлю их ИРП с точки зрения автономности. Нет, во-первых, столовых приборов. Просто нет. Хотя в эту коробочку влезло бы, честно признаюсь. Нет никаких средств для гигиены. Салфеток, зубных, зубочисток там и так далее. В-третьих, нет разогревателя. А это здесь очень важно. На самом деле, эту консервную баночку по-хорошему нужно было разогреть. Мы это сделали, но с помощью своего. В-четвертых, нет никакого намека на качественную упаковку. Потому что данный картон, он просто размокнет, развалится. И ничего ты с этим не сделаешь. Из плюсов только одно. Но то, что это более-менее вкусно, сытно, местами даже наверняка полезно, качественно. И, пожалуй, я поддержу вот эту одноразовую структуру. То есть, не как у нас. 24 часа, вот коробка, делай с ней, что хочешь. А вот обед закончился, ты эту коробку смял, сжег, выкинул. Все. То есть, у тебя ничего не осталось. А у нас надо хранить, перекладывать. То есть, вот в этом у нас минус есть определенный. Все-таки американцы не дураки, что придумали именно одноразовый ИРП. Ну, на этом, наверное, все. Всем огромное спасибо за просмотры. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Я их все обязательно читаю. Так что, оставь обязательно. И жми на колокольчики. По-другому они еще называются у нас бубенчики. Чтобы не пропустить мои видосы следующие. Всем удачи, всем пока. Про стрим. Про стрим, не забывай.